Вот Анжелика, она здесь, когда выиграла чемпионат Европы, это впервые в личной категории. Вот я сделал такой монументик, фигурку, где она держит медаль. Естественно, и с тренером тоже, чтобы не забывали. Есть также вот Анжелика эмоциональная фотография. Она здесь, конечно, очень по-боевому выглядит. Ну, такой вот момент, он показывает наш спорт, что мы... Звездка тоже, плечи. Да, Ирина тоже, это на чемпионате мира, она когда выиграла и праздновала победу, последние баллы она взяла, вот кричит «Киарь». А вот так же вот фотка вместе с чемпионатом мира, тоже памятная, это как бы на всю жизнь остается и всегда приятно смотреть. Все эти фигурки действительно несут историческую ценность. Их изготовили после значимых побед. Кубков же и медалей, которые выиграли подопечные Дениса Морозова за рубежом за последние десятилетия, не из честь. Но сейчас финишная прямая перед Олимпиадой, и туда уже заработали путевки и Анжелика Терлюга, и Ирина Зарецкая. Я стараюсь думать о том, что это круто, то, что у меня сейчас есть возможность немножко, как бы скажем, забыть про стресс. Турниры, которые меня ждут впереди, они уже будут не такими сложными для меня, потому как мне уже не стоит бороться за баллы. Это отрыв действительно достаточно большой, для того, чтобы я была уверена, что 7 апреля я официально получу лицензию. Я не расслабляюсь, на все турниры я поеду. И даже после объявления 7 апреля я поеду в Мадрид тоже на чемпионат. Я хочу побольше драться, не хочу очень долго находиться в тени, потому что я переживаю, что если, например, много соревнований пропущу, и большой период, это может сказаться на мне негативно. Возможно, я потом не смогу показать себя на максимум. Я безумно счастлив, и девочки, и мы такой путь тяжелый проделали. И Мировая Федерация построила нереальный график, в котором выживают сильнейшие, но мы готовились и летом, и, в принципе, всю жизнь готовились к этому. И вот очень ответственно подошли каждый день у нас тренировки, и физические тренировки, и карате, и восстановление, и постоянный самоконтроль, дисциплина от девочек тоже была на самом высоком уровне. Выиграть олимпийские лицензии – только начало. Так считает Сансей. Впереди почти полгода напряженных тренировок и турниров, на которых будет не так важен результат, сколько отработка техники и поддержание формы. Все в основном говорят вокруг, чтобы мы уже не выступали и спокойно себе тренировались, но не все вокруг тренируют моих спортсменов, и лишаю в основном всегда я. И моя идея сейчас – это выступать на этих турнирах, которые остались, несмотря на то, что они нам как бы уже не нужны. Мы хотим отработать там те вещи, которые мы не делали до этого. Мы показывали где-то прагматичное карате, и сейчас хотим больше открыться и показать новые наши наработки, которые еще не были до этого опробованы. Решающую победу в Дубае Тирлюга заработала ногами и одной рукой. Она получила травму правой руки в самом начале этапа премьер-лиги, но мужественно довела начатое до конца и заработала золото в финале с египтянкой Асмин Атия. Отбоя от поздравлений поклонников нет до сих пор. Но лучшая каратистка всех времен весит до 55 килограммов, к этому относится спокойно. Не могу сказать, что у меня прям армия поклонников. Да, есть люди, которые меня поддерживают, есть люди, которым нравится то, что я делаю, как я выступаю. И для меня это, конечно, удивительно, что они не знают меня как человека, но при этом пишут о том, что они меня любят. И я к этому отношусь, ну, как бы по-философски, круто. И когда на соревнованиях, например, ко мне кто-то подходит там сфотографироваться, я, конечно же, делюсь эмоциями. Там буквально на последнем турнире подошла девочка, она просто разрыдалась от того, что я там говорю, да, конечно, я ее обняла. То есть для меня эти эмоции немного дикие, потому что я никогда не фанатела ни от кого в своей жизни. У нее почти 60 тысяч подписчиков в Инстаграме. Но если постоянно сидеть в соцсетях, больше ни на что времени не останется, считает чемпионка. В последнее время очень мало стараюсь сидеть в соцсетях. Буквально выделяют у меня лимит. Полчаса в день на Инстаграм. В фейсбуке я вообще практически не нахожусь. Специально себя абстрагирую от того, чтобы не смотреть на своих соперниц. Я постоянно раньше смотрела, как они тренируются, что они делают. Сейчас я стараюсь минимально следить за этим всем. Минимально следить за тем, что публикую там другие. И только там стараюсь максимум проводить время со своими близкими и друзьями. Потому что живое общение сейчас для меня более важнее, чем вот эта виртуальная поддержка. У подопечных Морозова путь в Токио отличался. Да и за сборные они выступают разные. Если Терлюга представляет Украину, то Зарецкая уже почти пять лет выступает за Азербайджан. Но при этом она остается одесситкой и нашей гордостью. Если Анжелика постоянно выигрывает премьер лиги серии А и является рекордсменом в этом виде программы. И она уверенно шла и постоянно первая, 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 то у Иры другая ситуация. Она просто выиграла чемпионат мира и после этого у нее не совсем получалось что-то. Но начиная с осени она опять, как и Лика, постоянно выигрывает. На финише девочки очень сильно меня радовали. И мы постоянно были в хорошем настроении, потому что они обе все время были на пьедестале. И для тренера это всегда самое приятное. В зале на Филатова настоящий интернационал. К одному из самых успешных тренеров мира приезжают каратисты со всех континентов. Здесь и Эквадор, и Доминиканские острова, и многие другие. Поднять свой уровень приезжают сильнейшие. Мои лучшие причины, что я решил приехать здесь, потому что они самые успешные тренеры. Денис, я думаю, он один из лучших тренеров сейчас, потому что он имеет лучших ательсов в мире. Поэтому, конечно, вы хотите тренера с лучшими, чтобы получить лучший результат. Поэтому я здесь, и я очень рада, что они открыли двору, чтобы я тренеру с ними. Мои лучшие результаты, это Сильвер Медалл Панамерикан, также пять раз Панамерикан. Медалл Панамерикан, и я думаю, что это тренера мне помогает, потому что они уже квалификают, они знают как это, чтобы получить, поэтому я пытаюсь научиться от них, и решить, и работать на какие-то маленькие детали, которые могут улучшить мои пять соревнования. Каждое утро я просыпаюсь, чтобы попробовать стать лучше, чем вчера. Эти слова принадлежат легендарному теннисисту Рафаэлю Надалю. Таким постом у себя в Инстаграме поделилась очаровательная одесситка Анжелика Терлюга. Ее воинственный клич пугает соперниц по татами, а поклонники уже жаждут услышать его в финале Олимпийских игр.